В память о завершении войны, которая 140 лет назад принесла освобождение болгарскому народу на российских медалях, был выбит стих из псалма «Не нам, не нам, а имени Твоему». Это смиренное признание воли Божией, признание божественного чуда, свершившегося в событиях войны и помощи Божией, восполнившей немость человеческих сил. В память о завершении войны, которая в предыдущих 40 лет принесла освобождение на билгарский народ, на русских медалях от псалма «Не нам, Господи, не нам, а на Твое имя дай славу». Это смиренное призвание на Божию волю, достигнувшись в войне собитиям, изискав Божию помощь и запилвшись на человеческие силы. Действительно, историки говорят о том, что ни Россия, ни болгарский народ не были готовы к этой войне. Болгария была обескровлена, жестоко подавленным в ней восстание. Россия еще не восстановилась после неудачного конфликта с европейскими державами в предшествующие годы. Война грозила лечь тяжелым бременем на все население России, обострить ее отношения с Европой. Но страдания единоверного народа потрясли тогда наш народ, Россию. И она выступила на защиту болгар, презрев собственное благополучие и возможную политическую выгоду от невмешательства в этот конфликт. Историците говорят за то, что ни то Россия, ни то българский народ са были готовы за тази война. Болгария обескровена жестоко в потушеното восстание. Россия още не восстановилась от неблагополучния конфликт с европейскими державами в предшествующие годы. Войната заплашивает, да легне като тежко бреме на целото русское население, да изостри отношения и с Европа. Но Россия е потресена от страданията на единоверния народ и решава да го защитим, презирайки собственото си благополучие и без да получи взамяна на това нещо. Священная земля Болгарии полила кровь многих тысяч болгарских ополченцев. Здесь пролили кровь во имя своих единоверцев тысячи, десятки тысяч русских солдат, павших под племной, ловдевом, пришейного и на шибке 140 лет назад, когда наши народы плечом к плечу сражались за независимость, за спасение Болгарии. Священная земля Болгарии полила кровь многих болгарских ополченцев. Тут проливат кровь тази, вов имято на свободата засвоите единоверцы, хиляди и десятки хиляди русских войницей. Паднали вов битките за племен, ловдев, пришейного, на шибка преди 140 години, когда наши народы раму-то раму сражались за независимость на Болгарии. Эта победа имела духовный смысл и торжества над земным злом и несправедливостью. Она была дана по вере наших народов, вознаграждение беззаветное мужество русских солдат и в ответ на молитвы и страдания бесчисленных болгарских новомучеников, святых ходатаях о своем Отечестве. И этот дивный храм в память святого князя Александра Невского, созданный общими усилиями наших предков, нынешний зримый символ того, что их труды и подвиги в тяжелое для Болгарии время не остались бесплодными и принесли плод Христовой веры потомков. Тази победа носи и духовний смысл на победата над земным злом и несправедливость. Тя и дадена заради веры на нашите народы, като награда за беззаветное мужество на русские войницы и в отговор на молитвы и страдания на бесчисленные болгарские новомученицы, святых ходатаях за свое Отечество. И този дивный храм в честь на святие княз Александр Невский, созданный с общими усилиями от наших предсимов, е сегашният зрим символ за това, че техните трудове и подвиги в тежкото за Болгарии време не са останали бесплодни и са принесли плодовете на Христовата вера за потомците. Сердечно поздравляю, Ваше Святейшество, с пятилетием интронизации и молитвенно желаю, чтобы Господь подавал Вам крепкое здравие и Свою всесильную помощь в Вашем высоком служении. Да благословит Господь Святую Болгарскую Церковь и да не оставит ее народ своими милостями. Сердечно Ви поздравляю Вам Ваше Святейшество, с петата годишнина на Вашем интронизации и молитвенно Ви пожелаю Вам Господь, да ви даря Вас крепкое здравие и с силно си помощь в Вашето высокое служение. Господь благословим Святая Болгарская Церковь и да не остави народа и без Своите милостей. Ваше Святейшество от Русской Православной Церкви, от народа нашего, хотел бы преподнести в дар Вам и Церкви Болгарской сей образ Божией Матери Смоленской Адигитрии. Адигитрия путеводительница, и мы верим, что под покровом Царицы Небесной, покуда живет вера православная в сердцах наших народов, осуществляется и их исторический путь. Пусть ее божественное предстательство пред Сыном Своим и Богом нашим укрепляет веру в наших людях и братскую любовь между нашими единокровными и единоверными народами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова